Приветствую, друзья, наш великий, любимый, родной... Хасай Алиев. Здравствуйте, наши дорогие. Мы готовимся с Хасаем к очередной встрече с вами на вебинаре. В вторник или среда? Это будет следующая среда. Так. И вот о чём мы с вами будем говорить. Мы начали с вами непростой разговор о том, как перехватить управление собой, как перестать реагировать на все внешние программы, на информацию, которая на нас высыпается, валится из каждого утюга. Это просто сплошной негатив, сплошная неопределённость. Как начать жить комфортно в неопределённости? Вы знаете, недаром китайцы говорят, что вообще-то кризис – это не то, что мы с вами понимаем, это новые возможности. Так вот, неопределённость – это наш с вами и хаос наступающий. Это наш с вами уникальный шанс. Потому что эта обстановка сметает все заскорузлые стереотипы, меняет вообще все шаблоны. Да, и люди, которые ориентировались на подсказки, на инструкции, на шаблоны, которые жили по ритуалу… Которые учились на основе повторения мать-учения, они вырабатывали старательность и шаблонное мышление, правильно? Да, в школе их дрессировали определённым образом, настраивали на определённую жизнь. Знаете, говорят о том, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. И в результате за это кровью расплачиваются солдаты. Почему? Потому что они опираются на стереотипы, на шаблоны, они считают, что всё будет как прежде. На самом деле, первые этапы любой войны, они кризисные. Приходит очень медленное осознание. Так вот, мы с вами имеем сейчас уникальную возможность начать создавать своё пространство, жить по своей программе. Мы имеем в виду каждое. Мы с вами, мы с вами. И, ну, я могу поделиться сегодняшним разговором с сыном, который преодолел зависимость от игр на планшете. У него сейчас свои новые искушения. И я ему объяснил, девятилетнему человеку, знаете, очень легко объяснил, что на самом деле происходит. Как правильно говорит великий Хасай, созидательная деятельность требует большого мозгового ресурса, очень сильные энергетические затраты. Но самое интересное, что в играх, в потреблении информации, потреблении удовольствий тоже существует определённое преодоление соревнования. Обратите внимание, там есть драматургия, она цепляет. Но почему-то делать это легче, работать по стереотипу, нежели прокладывать свои пути. Так вот, я своему сыну просто объяснил. А ты попробуй представить, как игру, интересную игру, которая даёт пищу твоему мозгу изнутри, любое дело, которое тебе неприятно. Ну, попросила маму помыть посуду. Представь, что это игра. Посоревнуйся с часами. В нулевом состоянии это можем себе помечтать об этом, и поэтому всякий раз, когда будешь сталкиваться с трудностью, будешь сейчас уткать. Но сейчас это абсолютно верно. Мы не устаем повторять, что наше открытие с Хасаем, как работает вербализация, как с помощью слова перехватывать управление собой, управление своей судьбой. Вот это важный момент. Мы как раз давай оставим на вебинаре. Да, и вот это как раз мы будем готовы дополнить. Почему? Потому что, сделав первые шаги, которые мы обязательно повторим на этом вебинаре, мы должны будем сделать следующие шаги. Мало перехватить управление, мало взять штурвал этого судна, надо ещё понимать, куда его вести, и надо видеть несколько целей. Такое есть управление своей судьбой. Да, это управление всей судьбой. Недостаточно брать штурвал, как бы не оказаться в положении тех, кто бьётся за место в капитанском мостике Титаника. Как, понимаете, да? Если мы знаем курс, то надо для начала уверенно держать штурвал, для начала надо понять, как до него добраться, до штурвала собственной судьбы, а дальше понимать, как ею управлять. Перехватить управление – это первый шаг, а управлять – это следующий шаг. А вот интересно, я хочу напомнить, у меня был такой неафоризм и метафора, когда Бог вменял человеку продолжать род людской, он не создавал никаких комиссий по контролю качества, а только соединил этот ответственнейший процесс с чувством удовольствия. Работа пошла на автомате, благодаря чему есть и мы с вами. Так вот, это сделать так, чтобы когда человек не просто когда он хочет, но когда и надо что-то сделать, получал такой же кайф, мы как раз-таки это и на вебинаре, и там как раз-таки вербализация, мастер которого Роман, а я буду дополнять туда по психофизиологии, таким образом мы в синергетическом взаимодействии дадим вам такое, о чём вы даже и не мечтали. Это я не просто хвалюсь, потому что мы это уже проверили. Давайте учиться получать удовольствие от хаоса, неопределённости и от среды, которую мы считаем чуждой. Давайте научимся среду превращать в средства. То есть по существу становиться изобретателями. Правильно это или нет? Или я слишком технически выразился? Давай мы продолжим этот разговор на вебинаре. к которому мы вас приглашаем в ближайшую среду. До встречи, друзья. А если там тебе будут зуми вопросы задавать? Как всегда. Отлично. Всё, поехали. До связи.